ООН, Украина и Турция продолжают согласовывать движение судов с украинской сельхозпродукцией по Чёрному морю, несмотря на то, что Россия приостановила участие в зерновой сделке. В Москве не исключают, что дроны, наносившие удары по Севастопольскому порту, могли быть выпущены с одного из зерновозов. Однако в ООН заявили, что во время атаки в зерновом коридоре не было грузовых судов, не говоря уже военных. Для ясности, никакие военные суда и самолёты не участвуют в поддержке инициативы какой-либо стороной. Они не нужны. Фактически им запрещено приближаться к грузовым судам ближе, чем на 10 миль, в соответствии с процедурами, согласованными всеми сторонами. В Москве отметили, что решение трёх сторон продолжать вывоз зерна на этом фоне рискованно и опасно. В Турции со своей стороны уже ранее подтвердили твёрдую приверженность сделке. О том же сообщил и украинский президент. В Твиттере призвав ООН жёстко отреагировать на действия России, которые в Киеве называют продовольственным шантажом. Страны Запада призывают Кремль отменить решение из соображений глобальной продовольственной безопасности. В Москве при этом подчёркивают, что не выходят из инициативы, а лишь приостанавливают участие. По имеющимся данным, российские представители остаются в координационном центре в Стамбуле, но не присутствуют при досмотре судов на рейде.